добрый вечер мы сегодня немножко поговорим о том что происходило с должностью первосвященника во время маховейского восстания и главным образом после смерти иуды напомню вам что официально эту должность на данный момент занимает первосвященник которого зовут алкин он же в сущности или аким и и этот первосвященник назначенный селефтистскими монархами сначала антиохом пятым ну по крайней мере от имени малолетнего антиоха 5 а потом и от имени деметрия первого вот это была практикой которая в общем со времен антиоха эпифана достаточно прочно вошла в обиход первосвященники не наследуют свою должность а назначаются властями нечто подобное видимо было и во времена первого храма только там первосвященников назначали еврейские цари здесь чужие я напомню вам что отношения ко всем назначенным первосвященникам в первом аквейской книге сугубо отрицательное крайне отрицательная к ясону первому из таких назначенцев затем к меня лаю и затем и к алким законные первосвященники были отставлены они ады это кончилось на самом деле тем что они а 4 законный первосвященник следник отца был вынужден уйти в египет бежать в египет и там он не более не менее как создал гелиополе святилище храм это отдельный вопрос требующий совершенно отдельного рассмотрения основании чего он сделал это почему он считал то возможным мы привыкли к мысли о том что нигде кроме иерусалима храм не должен быть видимо они четвертый считал иначе храм просуществовал достаточно долго вплоть до времен геспасиана потом уже был разгром уничтожен но мы с вами займемся другой проблематикой мы займемся проблематикой иерусалимского священства и иерусалимского храма сейчас я открою наш файл и и сейчас я вижу что чтобы его открыть мне нужно закрыть другие одну секунду вот я надеюсь чтобы его видите мы находимся сейчас в 54 стихе 9 главы где говорится что 153 году во втором месяце 153 год по македонскому летоисчислению это значит 160 год по знакомому нам летоисчислению алким велел разорить стену внутреннего дворца храма и разрушить дело пророков и уже начал разрушение это очень странное утверждение во первых почему алким решает разорить разрушить стену двора храма и какую стену и почему это называется дело пророков а нигде в танахе не говорится что пророки строили храмовые стены можно быть можно это понять таким образом что поскольку в строительстве второго храма действительно были вовлечены пророки хагари хагай и захарья они активно проповедовали необходимость строительство этого храма и они упомянуты не только в одноименных книгах как бы это их деятельность связанная со строительством храма главным образом в книге хагая но и книги эзры вот может быть это автор первой маковейской книги и имел ввиду в прошлый раз мы вообще говорили о том что для автора первой маковейской книги фигура пророков имеет очень большое значение он неоднократно их упоминает и надеется на их возвращение но в любом случае это еще не объясняет нам что это за странное начинание первосвященника разрушать стену внутреннего двора храма большинство комментаторов полагают что речь идет о стене которая в мишнаистом трактате медот называется сорей и которая отделяет на самом деле сам храм от того что мы называем из рад исраэль значит она там стояла и должна была стоять если это так то с чего вдруг алким решает разрушать а ну конечно по логике первой маковейской книги ничего даже и спрашивать потому что алким нечестивец то что он занимает должность первосвященника это на самом деле само по себе является осквернением святилища и от него можно ожидать только всяких гадостей но если действительно за этим сообщением стоит какая-то реальность но мы все-таки должны пытаться понять почему вдруг первосвященник идет на такой шаг единственное реальное объяснение которое можно здесь предположить это некоторая демократизация возможно популистская мера с тем чтобы заслужить популярность народе и как бы снять границы между священниками и народом который приходит в храм в этой связи некоторые комментаторы упоминают вот какую вещь кубраниты которые тоже резко осуждали храмовый культ в иерусалиме в частности называли называли иерусалимских священников термином который употребляется в книге и хискеля не очень понятно кому собственно говоря может быть отнесен этот этот термин он несомненно несомненно имеет такое резко резко отрицательное резко отрицательную коннотацию вот но он не применяется там непременно к непременно к священникам значит я вот хотел бы попытаться найти найти это место сейчас одну секунду значит я найду сходу сходу это место в в книге и хискеля то мы тогда сейчас посмотрим одну секунду одну секунду сейчас это хавакук а это я прошу прощения это не это значит в кумранском тексте который называется дамасский документ дамасский документ сейчас я его секунду достану открою и мы посмотрим да прикажет приказ а строители стены те кто идут за прикажи приказ это ложный проповедник да значит очевидно что в самом дамасском документе это кумранский текст речь идет в самом деле о соперничающей группировке судя по всему иерусалимское иерусалимское священство вот что касается текста и хискеля то там там где этот термин собственно говоря появляется там сказано там сказано это как бы некоторое обличение обращенное вообще говоря к пророкам к пророкам и колдунам вот не к священникам и там говорится что они вводят мой народ в заблуждение и они строят они строят стену боне хайц а вот значит по мнению некоторых комментаторов значит алкин данной ситуации считает что стену нужно снести и тем самым как бы добиться некоторого единения между священнической элитой и народом значит в глазах автора первой маковейской книги это святотатство и в данном случае он как бы совпадает во мнении с как раз с ну я не знаю можно назвать мейнстрим но во всяком случае и с фарисейской традицией и судя по всему и с саддукейской тоже потому что большинство священников были так или иначе были связаны с группой саддукея вот поэтому разрушить стену храма это в глазах первой маковейской книги все равно что разрушить пророческую традицию о пророке говорят от имени бога и поэтому это тот редкий случай когда автор первой маковейской книги не то чтобы напрямую говорит что произошло чудо но он как бы фактически создает здесь некоторую очевидную цепочку причины следствий и следствие это разумеется результат вмешательства свыше но в то самое время алкин поражен был ударом и остановились предприятия его уста его сомкнулись он 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 имел и не мог бы вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем да то есть человек который допустил такое святотатство он даже не мог завещать своей семье да и и поэтому он умер в тяжких мучениях возможно мы процитировали их из келя но тут можно вспомнить и другого пророка Ирмияу который описывает не раз противостояние пророка и священника и одна из таких сцен это когда священник возможно если не первосвященник то фигура очень доминантная в Иерусалимском храме некто пашхур бен и мер арестовывает пророка и пророк грозит ему всяческими карами грозит ему всяческими карами что он умрет в чужой земле что все его имущество разграбят вот возможно что автор первой маковейской книги держал как бы и это в голове когда описывал такую вот жалкую смерть алкима когда бакхид то есть греческий его начальник узнал что алким умер то он возвратился к царю и земля иудейская два года оставалась в покое это гибраизм так формулируется положение дел в книге судей в танахе когда удается избавиться от какого-то врага то говорится что земля покоилась такое-то количество лет ватишкот га арец здесь вот речь идет о двух годах заметьте что нигде уже здесь не говорится что вместо алкима был назначен другой первосвященник и мы естественно задаемся вопросом кто-то должен был быть первосвященником кто этот кто-то должна была как-то продолжаться работа в храме первосвященник играет ключевую роль в службе судного дня и пура пока что тут ничего не сказано дальше говорится тогда все беззаконники совещались и говорили беззаконники отступники имеются в виду еврейские отступники вот йонатан и находящиеся с ним живут безопасно в покое приведем теперь бакхида и он схватит всех их в одну ночь пошли предложили ему такой совет он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим которые находились в иудее чтобы они схватили йонатана и находящихся с ним но не смогли потому что замысел их стал известен им мы не знаем каким образом этот замысел открылся видимо у йонатана тоже были свои люди которые об этом проведали во всяком случае захватить его живьем не удалось и более того наоборот люди йонатана поймали тех кого мы сегодня бы назвали масштаб им на иврите те которые коллаборционисты те которые значит помогали помогали чужой власти и поймали они до 50 человек из виновников этого злодейства и убили после чего йонатан и его брат Симон и бывшие с ними удалились в некое место которое называется Вефаси или Бетбаси мы не знаем что это точно за такое место но зато мы знаем что недалеко от Бетлехема были обнаружены развалины которые называются Бетбаса возможно что это и имеется здесь в виду вот и Бакхид узнав об этом собрал большое войско извести в тех которые находились в УТИ то есть своих союзников на иврите никак не называется понятно что здесь слово бейт дом а что такое бас или баса мы не знаем развалины эти это как бы арабское название Бетбаса вот мы не знаем полная уверенность что это оно и есть у нас у нас нет но название судя по всему то то же самое и поскольку вполне вероятно что Янатан отходил от Иерусалима он мог отходить как раз к югу да вот в сторону Бетбаса так вот Бакхид собрал все войско пришел и осадил Бетбаса и сражался против него много дней устроил машины Янатан же оставил в городе Симона брата своего а сам вышел в страну и вышел с небольшим числом то есть иными словами он смог бежать и поразил как тут написано людей на самом деле на самом деле как бы этот перевод судя по всему не правильный тут написано поразил Одуарвина и братьев его и сыновей Фасирона в шатрах их и начал поражать и наступать силу значит на самом деле правильный перевод выверенный исходя из разных источников текста это призвал а не разбил то есть судя по всему вот эти мы не знаем кто такие эти Одуарин как тут написано на самом деле правильный опять же транслитерация Одумер и Фасирон возможно судя по тому что они в шатрах это это кочевники какие-то которые ну наподобие скажем кейницов книги судей которые кейницы во время войны Израиля с с Ханааном с Хацором они как бы были более или менее с союзниками Израиля во всяком случае одна из них Яэль описана как та которая убила сисру военачальника Хананеев вот и здесь какие-то кочевники которые которых на самом деле как правильно правильнее перевести призвал исправлю это здесь сейчас призвал и вместе с ними начал поражать и наступать на войска Бакхида и тогда и Симон то есть они как бы на самом деле применили хитрый маневр Бакхид осаждал осаждал вот это Бейтбаси а Ионатан подобрался к нему сзади маневр кстати говоря который тоже описывается в некоторых текстах Танаха благодаря которому удавалось удавалось одержать победу то есть с двух сторон напали на Бакхида Симоны бывшие с ним выступили из города и сожгли машины сражались против Бакхида и он был разбитыми этим они сильно опечалили его потому что замысел его и поход оказался тщетным это новый виток истории из которой ясно что у селивкидских властителей ничего не получается что они не могут покорить иудеев и как тут написано сильно разгневался он на мужей беззаконных которые присоветовали ему идти в эту страну естественно обозначение этих мужей как беззаконных это обозначение автора не то чтобы Бакхид их считал беззаконными но как по крайней мере то что он утверждает что он в отместку за то что ему подали такой нехороший совет он их собственно у многих умертвил и решил возвратиться в землю свою Йонатан же решил попытаться воспользоваться этой минутой слабости Бакхида с тем чтобы заключить по крайней мере некоторый временный мир узнав об этом Йонатан послал к нему старейшин чтобы заключить с ним мир и чтобы он отдал пленных а о пленных рассказывалось мы в прошлый раз это читали да что Бакхид захватившие разные вооруженные города взял заложниками взял заложников и посадил их под сражу в Иерусалимскую крепость так вот Йонатан пытается воспользоваться слабостью Бакхида чтобы за заключение этого мира освободить заложников невольно приходят всякие ассоциации сегодняшним днем и подобного рода мысли но Бакхид впрочем это не те враги которые противостоят нам сегодня это регулярная армия которая готова заключать действительно договоры он принял это и сделал по словам его и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей и отдал ему пленных которых прежде взял в плен в земле иудейской и возвратился в землю свою и не приходил более в пределы и у как тут сказано унялся меч в Израиле унялся меч в Израиле тоже судя по всему отражение оборота на иврите и поселился ионатан в Махмасе в Махмасе к северу от Иерусалима видимо он поселился по договору с Бакхидом и начал оттуда судить народ и истребил нечестивых из среды Израиля значит по сути дела ионатан такой скрытый немножко форме представлен здесь как ну такой вот ремейк как возобновление режима судей после победы над врагами человек победивший их становился правителем Израиля то как это описано в книге судей он спас Израиль и он становится правителем Израиля он судья шофет вождь он же и спаситель мошия и он судит народ и как тут сказано истребил нечестивых из среды Израиля тоже очевидный гибраизм биэр эт ха раим микер бисраэль хатаим орешаим микер бисраэль и на этом завершается первая часть деятельности ионатан пока что он выступает только в роли правителя отметим что по-прежнему нет ни слова о том что кто-то занял пост первосвященника в это время начинается довольно драматичные события внутри селефтидской державы в 160 году выступил Александр сын антиоха эпифана и овладел Птолемаидой Птолемаида это наш город Ако и приняли его и он воцарился там теперь вот этот Александр который называется еще Александр Балас или Александр Бала то есть он носил семитское второе имя это очевидно от слова Бааль фигура очень спорный уже древние авторы высказывают большие сомнения древние античные авторы высказывают большие сомнения в том что этот Александр реальный сын антиоха эпифана а не самозванец по свидетельствам которые дошли до нас от этих авторов этот Александр жил на границе пергамского царства то есть на территории современной Турции его претензии на то чтобы воцариться селевкидской державы поддерживал целый ряд местных царей и более того поддерживал Рим поскольку Рим плохо относился к Деметрию Деметрий как мы помним был заложником в Риме и он оттуда бежал и таким образом получил свою власть и вот Александр перед сенатом римским представил свои претензии и право на трон значит кто он на самом деле был мы не знаем во всяком случае если вот он носил такое финикийское семитское имя Бал то возможно что по крайней мере частично он имел семитское происхождение и поэтому и высказываются разные сомнения в том что он что его претензии действительно носили законный характер но автор первой маковейской книги который очень недолюбливает Деметрия по понятным причинам Деметрий посылал как раз бакхидов иудеи громил и из-за Деметрия сущности погиб в результате иуда маковей вот поэтому он как бы с его точки зрения александр самом деле сын антиоха эпифана и когда услышал о том царь Деметрий собрал он весьма многочисленное войско и вышел против него на войну и при этом и при этом он послал письма Йонатану с мирным предложением желая возвеличить его или вроде бы желая возвеличить его и говорил он так предупредим и заключим с ним мир прежде чем он заключится мир с александром против нас тогда он припомнит все зло которое мы сделали против него и братьев его и народа его и он дал ему власть набирать войско и приготовлять оружие чтобы быть союзниками и велел отдать ему заложников которые находились в крепости то есть видимо какое-то количество заложников в крепости по-прежнему находились во всяком случае он отдает некоторое указание которое имеет прецедентный характер до сих пор селевкиды ни при каких условиях не были готовы на то чтобы у вождя иудеев было право на свою армию и на то чтобы у них было свое оружие фактически Деметрий де факто признает независимость иудеи независимость Йонатана если он призывает его быть своим союзником и дает ему право собирать войско Йонатан пришел из Махмаса в Иерусалим и прочитал письма перед всем народом и тем которые были в крепости то есть все это слышали и те кто услышали убоялись великим страхом то есть видимо те которые противостояли Йонатану услышав что царь дал ему власть набирать войско бывшие же в крепости выдали Йонатану заложников и он возвратил их родителям их и жил с тех пор Йонатан в Иерусалиме начал строить и возобновлять город то есть теперь он имеет формальное право находиться в Иерусалиме а не в каком-то из пригородов более того он строит возобновляет город то есть занимается той деятельностью которой занимались вожди признанные вожди евреи естественно начиная с еврейских царей и кончая такой фигурой как Нехемия и сказал производившим работу чтобы они строили стены вокруг горы Сиона то есть вокруг храмовой горы для твердости из четырехугольных камней и делали так некоторые сегодня пытаются даже отождествить эту работу в камнях восточной стены старого города то есть до иродианская кладка иродианские камни очень большие а это камни маленькие действительно четырехугольные судя по всему времен хасманеев тогда иноплеменники бывшие в крепости в разных крепостях построенных бакфином а он построил крепости напоминаю в таких местах так как ерихо эмаус бейт хорон бейт эль и так далее они разбежались они поняли что как бы сопротивление сейчас бесполезно каждый оставил свое место и ушел в свою землю только в бейтсуре то есть бейтсур остались некоторые из тех которые оставили законы заповеди ибо это место служило для него убежищем это место в конечном счете уже завоюет брат юнатана шимон симон и вот мы доходим до некоторого важного кульминационного момента царь александр соперничающий царь претендент на царство услышал о тех обещаниях какие деметрий послал юнатану и рассказали ему о воинах и храбрых подвигах которые совершил юнатан и братья его и о трудностях понесенных ими да теперь заметьте все это происходит да значит в начале главы было сказано что это происходит в 160 году 160 год опять же по македонскому летоисчислению это значит 152 год если это 152 год то значит между смертью алкима предыдущего первого священника и появлением демет александра на историческое состояние прошло восемь лет теперь что же хочет предложить что хочет предложить александр юнатану то что не предложил ему демет когда ему рассказали о воинах и храбрых подвигах которые совершил юнатан и его братья и о трудностях понесенных ими то он сказал найдем ли мы еще такого мужа как этот да это тоже такой немножко скрытый гибраизм так говорит фараон по поводу иосифа когда тот толкует ему сны сделаем же его нашим другом и союзником и написал и послал ему письмо в таких словах царь александр брату юнатану радоваться еще один беспрецедентный поступок значит это еще больше чем деметрий деметрий фактически де-факто признал независимость юнатана александр признает это де юре называя его братом братьями называли друг друга цари фактически юнатан еще не ставший царем по сути дела им в глазах александра становится услышали мы о тебе что ты муж крепкие силы и достойный быть нашим другом и так мы поставляем тебя ныне первосвященником народа твоего и ты будешь и виноваться другом царя он послал ему парфиру и золотой венец александр александр а значит таким образом причисляя его к своим друзьям это как бы некоторые царские или священческие регалии и будешь держать нашу сторону и хранить дружбу с нами и облёкся юнафан юнатан священническую одежду в седьмом месяце сто шестидесятого года в праздник пущий то есть суккот собрал войско и как заготовил множество оружия поставим здесь на несколько минут точку и зададимся тем вопросом который стоит заголовки по сути дела заголовки нашего сегодняшнего занятия что же это получается в течение восьми лет не было первосвященника в иерусалиме алкин повторяю умер в сто шестидесятом году до новой эры юнатан заступает должность сто пятьдесят втором году до новой эры неслыханное дело значит можно теоретически предположить что должность оставалась вакантной и не было первосвященника изо всех тех военных компаний которые в это время велись но по крайней мере как некоторую вторую гипотезу мы рассмотрим возможность которая всерьез рассматривается некоторыми исследователями но при этом надо понимать что доказать эту возможность невозможно никак как бы доказать это невозможно никак какова же эта возможность это этот вариант в кумранских текстах появляется фигура которую сами кумраниты называют учителем праведности по некоторым мнениям он основатель кумранской общины опять же если отождествлять ее с эссеями один из одна из групп принадлежащие группе к движению эссея возникает как раз примерно в это время по словам флаве эссеи скорее не группа секта замкнута с очень жестким можно сказать орденским уставом и враждебно настроенное по отношению ко всем кто к секте не принадлежит впрочем среди эссея были и другие которые были более открыты миру в частности согласно дамасскому документу и опять же тому же флавию имели свои дома и собственности жили не отдельно от других но но были и те эссеи которые жили замкнутой отдельной группой и одна из них возможно это как раз кумранская секта так вот этот учитель праведности неоднократно называется в этих текстах словом коген священник собственно они кумраниты руководство этой секты себя так и называют бней цадок сыновья цадока цадок это как бы некий прародитель японим священников со времен Давида и шлумо а вот такая фигура цадок священник назначенный еще Давидом чье назначение было подтверждено шлумо и вот как бы начиная с эпохи конца первого храма и пленной эпохи появляется утверждение что священники служащие в храме это сыновья цадока первым кто это говорит в явной форме это пророк ихискель мы сегодня уже упоминали так вот все священники не только первые священники что все священники должны быть сыновья цадок и не только первые священники значит в принципе бней цадок это обозначение священников служащих в храме вообще и первосвященников в частности то есть бней цадок это не только тот не только тот священник который занимает должность первого священника но как бы вот это представление о том что право на первого священства имеют только бней цадок это представление достаточно устойчивое судя по всему и ониады те первосвященники, которые служили в храме до появления Ясона, Менела и потом Алкима, они тоже возводили себя к сыновьям Цадока, и это же делали, повторяю, кумраниты. Теперь кумраниты отвергают право иерусалимских священников, которые в их время, в их эпоху находятся в Иерусалимском храме, отвергают их право на служение, называя их самозванцами и грешниками, и считая, что только учитель праведности и тот, кто наследует ему, могут реально быть этими первосвященниками. Но поскольку они лишены этой возможности, то они, удалившись из Иерусалима, Иерусалим с их точки зрения нечист, они как бы создают некоторую замену храмовой службе. Они первые, кто, по сути дела, назвал молитву заменой жертвоприношением, а потом это сделают мудрецы эпохи Явны. Тоже, как бы, храма больше нет, поэтому храмовое служение заменяется какими-то другими вещами, в первую очередь молитвой. Так вот, это делает у кумраниты. В некоторых текстах кумранских, в частности, в таком тексте, как Пешер Хавакук, толкование на книгу Хавакука, описываются столкновения между учителем праведности и неким иерусалимским священником, который называется Коэн-Араша, нечестивый священник, нечестивый жрец. Видимо, так иронически обыгрывается название Коэн-Рош, да, первосвященник. Первосвященник называется либо Коэн-Рош, либо Коэн-Гадоль. Так вот, Коэн-Рош превращается у кумранитов в Коэн-Хараша, который пытается уничтожить учителя праведности. Почему он пытается уничтожить учителя праведности? На этот вопрос можно дать разные ответы, но один из возможных, потому что учитель праведности претендует на первосвященство. Значит, теперь есть предположение, повторяю, только предположение, которое невозможно доказать, что вот в эти восемь вакантных лет после смерти Алкима и до назначения Йонатана первосвященником в храме служил учитель праведности. Был первосвященником учитель праведности, после назначения Йонатана он был вынужден уйти. Кто именно был Коэн-Роша, ведь кумранские тексты почти никогда не дают однозначной индикации, кто именно имеется в виду. Они используются символическими названиями и лишь в редких случаях можно понять более-менее большой достоверностью, кто имеется в виду. Там есть, скажем, в другом Пешере, Пешер Нахум, толкование на книгу Нахума, явные намеки на Александра Яная. И сопоставляя эти намеки с тем, что пишет Флавий, можно понять, что там речь идет об Александре Янае, которого он называет яростным львом в Фирахарон. Поэтому, значит, есть бесчетное количество попыток отождествить, кто этот Коэн-Роша, начиная от Ясона, Менелая и Алкима, кончая хасманейскими священниками, Йонатаном, Шимоном, Йохананом Герканом, сыном Шимона, и Александром Янаем, сыном Йоханана Геркана. Многое зависит от датировки жизни учителя праведности и от предположения о том, был ли он основателем общины или только ее руководителем в более поздний период времени. Но, во всяком случае, еще раз повторю, что как некая возможность, которая всерьез рассматривается историками и комментаторами Маковейских книг, это возможность, предполагающая, что именно учитель праведности заполнил эту лакуну. И был, если не все 8 лет, то, по крайней мере, какое-то количество, может быть, 6 лет первосвященником в храме. Так или иначе, в 152 году первосвященником становится Йонатан. Этого мы знать не можем. Этого мы знать не можем. Единственное, что мы понимаем, что эти люди утверждали, что они имеют право быть первосвященниками, потому что они становятся дока. Возможно, что у них в тот момент была достаточно широкая поддержка в народе. И после смерти Алкима, который был греческим назначенцем, возникло желание поставить первосвященником человека, у которого есть легитимные основания на это первосвященство. Ониады вряд ли могли вернуться, потому что, повторяю, Ониад IV находился в это время вообще в Египте. Вот. И мог, таким образом, этот учитель праведности получить поддержку. Вот. Но, повторяю, это лишь гипотеза, которая малонаказуема, по крайней мере, на сегодняшний день. Теперь мы движемся дальше. И мы наблюдаем пинг-понг. Да, значит, между этими двумя людьми, Деметрием и Александром. Да, они наперебой пытаются перетянуть Ионатана на свою сторону, что, конечно, Ионатану крайне выгодно. Потому что, благодаря этому, Ионатан, как бы, упрочивает свое положение, играя на вот этой конкуренции между двумя кандидатами на царство. Как тут сказано, и услышал об этом Деметрия, и огорчился, и сказал. Что это мы сделали, что Александр предупредил нас заключить дружбу с уйдеями в подкреплении себе? На самом деле, это не совсем точно, потому что Деметрий, по крайней мере, по первой наковейской книге, первый все-таки заключил союз с Ионатаном. Но вот здесь, как бы, ему приписывается такое утверждение. «Напишу и я им слова приветствия, восхваления и обещаний, чтобы были они в помощь мне». И послал им письмо в таких словах. Письмо достаточно длинное, но мы его быстро пройдем, потому что оно целиком и полностью перечисляет те разные льготы, которые Деметрий дает народу иудейскому. Заметьте разницу в обращении. «Царь Деметрий народу иудейскому радоваться». Александр пишет, «Царь Александр Йонатану, брату моему, радоваться». Деметрий не обращается к Йонатану. Это мы должны как-то объяснить. «Слышали мы и радовались, что вы сохраняете договоры наши, пребываете в дружбе с нами и не склоняетесь к врагам нашим». Такие льстивые слова, при том, что до сих пор был конфликт между Деметрием и иудеями, к которым он сейчас обращается. «Продолжайте и ныне сохранять верность нам, и мы воздадим вам добром за то, что вы делаете для нас. И сделаем вам многие уступки и дадим вам дары. Ныне же я освобождаю вас, всех иудеев, от податей и пошлины соли и венцов». Значит, что такое этот соляной и венечный сбор? Значит, предполагается, что евреи должны были… Это Элиас Бикерман, очень известный историк, исследователь этого периода, предположил, что евреи должны были ежегодно доставлять царю известное количество соли из Мертвого моря. А что касается венечного налога, то это и был известный древний обычай посылать монарху золотые венки или их стоимость деньгами по торжественным случаям. Так вот, Деметрий освобождает иудеев от этих налогов. А также за третью часть семян и половинную часть древесных плодов, принадлежащую мне, отныне и впредь я отменяю брать с земли иудейской из трех областей, присоединенных к ней отца Марии и Галилеи от нынешнего дня и на вечные времена. Что касается этих трех областей, то они чуть ниже будут упомянуты по именам. Мы увидим это в дальнейшем. Иерусалим будет священным и свободным, и пределы его, и пределы его, деседины и доходы его. То есть Иерусалим тоже освобождается, как город, как вольный город, от того, чтобы платить налоги. Судя по всему, более правильный перевод от десятин и налогов, а не десятин и доходы его. Предоставляю также власть над крепостью Иерусалимская, то есть над Акрой, и даю право первосвященнику поставить в ней людей, каких он сам изберет для охранения ее. Это единственное место в письме, где упоминается первосвященник, но при этом заметим, что сам Деметрий Ионатана первосвященником не назначал. И здесь, в этом письме, об этом ничего не говорит. Всякого также он обещает человека, взятого в плен из Иудеи, земли иудейской, во всем царстве моем отпускаю на свободу дар. Пусть все будут свободны от повинности и за себя, и за скот свой. Все пленники освобождаются. Все праздники субботы новомесяча, дни установленные, три дня перед праздниками, три дня после праздника, все эти дни пусть будут днями льгота и свободы всем иудеям, находящимся в моем царстве. То есть не только сами торжественные дни, то есть, видимо, Шалошер Галим, Песах, Тублот, Цукот, Роша Шена, Йом-Кипур, но также и три дня перед и после праздника. То есть это, видимо, имеется в виду здесь то время, которое должны потратить евреи на то, чтобы прийти в Иерусалим и вернуться оттуда в дни, опять же, когда они там собираются. Никто не будет иметь право притеснять и огощать кого-нибудь из них ни по какому делу. И более того, я готов записывать их в свои войска, бывших врагов. И пусть из иудеев записываются в царские войска до 30 тысяч человек, и им будет даваться жалование наравне со всеми войсками царскими. Никаких, не будет никаких притеснений, никакой дискриминации. И более того, из них будут поставляемы начальствующими над большими крепостями царскими. Из них будут поставляемы делами царства, требующими верности. И их представники и начальники будут из них же. И пусть они живут по своим законам, как повелел царь в земле иудейской, после всех этих десятков лет. Когда евреи боролись за право на то, чтобы соблюдать свои законы. Право, которое было впервые оспорено Антиохом и Пифаном, и не было подтверждено ни одним из его наследников, теперь это право возвращается евреям. И вот эти самые три области от Самарии пусть останутся присоединенными к иудеям, чтобы считаться и быть им за одну и не подлежать другой власти, кроме власти первосвященника. Значит, опять же, эти области будут перечислены. Их, видимо, завоевал. Мы не знаем, почему именно о них идет речь. Видимо, они были завоеваны Игудой или потом Ионатаном. И согласно этому тексту Деметрий подтверждает их право. А также Талимаиду, то есть Аква, с округом ее, я отдаю в дар святилищу Иерусалиме на издержки, подобные, потребные для святилища. То есть и тут, как бы, царь идет навстречу евреям. И я ожидаю ежегодно 15 тысяч сиклей серебра из царских сборов с подлежащих мест. То есть он готов жертвовать на храм. А также все остальное, чего не отдали заведующие сборами, как в прежние годы отныне будут отдавать на работы храма. Сверх того, 5 тысяч сиклей серебра, которые брали от доходов святилища из издержкодного сбора в пользу царства, уступаются, как принадлежащие служащим священникам. То есть, как бы, картина, которую он тут рисует, она просто абсолютно идеальная и радужная. И все, которые убегут в храм Иерусалимский, во все пределы его по причине повинностей царских и всех других, пусть будут свободны со всем, что принадлежит им царству моем. Значит, мы... Это, с одной стороны, напоминает право убежища, города убежища, упомянутые в Торе, но там речь идет только об убийцах, убивших непреднамеренно. А здесь речь идет о всех преступниках. И это похоже как раз на греческий институт убежища. Да, всякие, кто приходит в храм, в святилище, они, как бы, становятся, оказываются под защитой алтаря, становятся неприкосновенными любые, фактически, осужденные преступники. И даже нельзя было конфисковывать их имущество. Поэтому тут написано, пусть будут свободны со всем, что принадлежит им в царстве моем. И на строение и возобновление святилища издержки будут выдаваемы из сборов царских. И на построение стены Русалима, и укрепление их вокруг, издержки будут выдаваемы из доходов царских, а также на построение стен в Иудее. То есть, фактически, крепостей. Как мы видим, содержание этого письма крайне заманчиво. Гораздо более подробно, чем письмо Александра. И, казалось бы, после такого письма нельзя устоять. Однако, это то, чем мы... Дима, я сейчас понимаю. Да? Дима. Да. Александр, как я писал коротко, реально дал больше. Кому? Евреям. Евреям? Александр дал независимость. И Диметрий дал автономию. Это верно. С этим я, пожалуй, могу вполне согласиться. В самом деле, как бы де-факто, опять же, Диметрий тоже признал независимость Иудеев. В тот момент, когда в первом еще своем послании дал Ионатану право собирать войско и приготовлять оружие. Действительно, Александр в гораздо более четкой форме объявил независимость Иудеи, нежели Диметрий. Однако, все те блага, которые обещает Диметрий Иудеи, выглядят весьма заманчиво. Такого Александр не обещал. Теперь последние стихи, которые мы здесь прочтем, это вот эти стихи. И то объяснение, которое ты, Боря, предлагаешь, оно возможно, но возможно и дополнительное объяснение. Ионатан и народ, выслушав эти слова, не поверили ими, не приняли их, ибо вспомнили о тех великих бедствиях, которые нанес Диметрий израильтянам, жестоко притеснив их. И предпочли союз с Александром, ибо он первый сделал мирные предложения, что, опять же, не соответствует написанному в самой книге, значит, в соответствии с написанным первым все-таки был Диметрий, и помогали ему в войнах во все дни. Теперь мы видим, что согласно самому автору, причина предпочтения Александра – это то, что Диметрию не поверили, потому что он уже свою репутацию по отношению к Иудее сильно подмочил. Боря здесь предложил вариант, тоже вполне понятный, что хотя Александр предложил, казалось бы, меньше, а Диметрий больше, но Диметрий в четкой форме не заявил о независимости Иудея и ее правителя. И к этому можно добавить еще одно, то, на что я намекнул в самом начале. Александр в своем письме обращается к Ионатану и говорит ему, что он дарует ему первосвященство. То есть эта независимость закрепляется еще и тем, что вождь Иудеи является братом Александра, они фактически равноправны, и признается право хасманеев на управление. Это то право, которое Диметрий напрямую не признал. И обращается он не к Ионатану, он обращается к народу иудейскому. И хотя упоминает первосвященника, но не называет им Ионатана. Возможно, что это тоже одна из причин, по которой Ионатан, заподозрив неладное, отверг предложение Диметрия и предпочел предложение Александра, как бы, что называется, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Во всяком случае, с этого момента начинается новая эпоха, новый период жизни Ионатана. Он делает свой выбор, и с этого момента он на стороне Александра в его борьбе против Диметрия. Чем эта борьба закончится, мы уже увидим в следующий раз. Здесь я поставлю точку, и если у вас есть вопросы и замечания, то самое время их высказать сейчас. Народ, вопросы, please. Окей. Ну, хорошо, по-моему, народ молчит. Ну, Боря спрашивал по ходу дела, ты ему отвечал. Хорошо, тогда мы расстаемся в этот раз, правильно? Мы тогда поставим точку. Я еще раз благодарю вас за внимание и традиционно выражаю надежду, традиционно в последние месяцы, на победу Израиля, к подобному победе Маковеев, на полученное возвращение как заложников, так и солдат и офицеров армии обороны Израиля. Спасибо. Что-что? Пожелание на будущий урок, если можно. Да, пожалуйста. Просто у нас как бы это все называется Танах, Медраж, История, да? Да. Я как-то вот слушаю, слушаю, я пытаюсь как бы из самих уроков вывести, но, честно говоря, я не понимаю. То есть это похоже уже больше по сравнению с тем, что мы раньше, так сказать, у пророков находили, и все в других книгах. Как бы больше похоже на летопись. Понятно, что тут есть какие-то интересы. Больше похоже на что? На летопись. Как будто это все описывается непосредственно во время правления, во время царствования. То есть все эти книги... Ну, это действительно своего рода летопись, да? Это своего рода летопись. Но, тем не менее, там тоже есть какие-то свои интересы. Кто-то отставит. Вот здесь как бы получается, что эта летопись, она как бы такая довольно-таки нейтральная. То есть если это все основывается на исторических каких-то других еще источниках, то получается, кому и зачем, и кто был заинтересован просто описывать вот эти вот все... Во-первых, она совершенно не нейтральная, Эмиль. Она совершенно не нейтральная. Мы видим, и это, собственно, с того, с чего я начал наш разговор о первой маковейской книге, что это произведение, которое провозглашает легитимность космонейской династии. Это на протяжении всей книги очень ясно просматривается. Это как бы совсем не нейтральное повествование. Но мы... То есть эта книга написана, да, непосредственно во время реальных событий. Ну, что значит непосредственно во время? Понятное дело, что то, что он здесь описывает, это уже было. Но, судя по всему, книга была написана... Ну, я думаю, что книга была написана во время правления Йоханана Геркана, то есть сына Шимона, до Александра Яная. Вот, потому что он как бы достаточно... Он не стремится к тому, чтобы космонейские вожди стали царями и вообще к царству относятся с некоторой осторожностью. Мы это видели. Вот, то есть это самый конец второго века до новой эры. Вот, в общем, это достаточно по следам событий. Но это уже здесь нет какого-то... То есть здесь описывается непосредственно конкретная реальная борьба между, значит, теми, кто борется за власть, а не то, что, значит, кто-то составляет эти книги, он как-то заинтересован что-то улучшить или украсить или... Он достаточно много украшает, и мы это видели и в истории посвященный Иудема Кавею. Нет, он, конечно, в полной объективности в кавычках обвинить его нельзя. Но это, собственно говоря, большинство древних историков так. Да и современные историки нередко этим грешат. Собственно, это отдельный вопрос, что такое полная объективность, когда мы говорим об описании истории. У каждого историка своя концепция, которую он так или иначе выражает. Так что я не думаю... Что? Я говорю, то, что выражается в этих книгах, нет как бы других книг, которые по-другому это толкуют. Или есть? Нету. У нас нету. Как бы предполагается, что он пользовался селефтидскими царскими хрониками, которые как бы в первоисточнике до нас, в общем, не дошли, вот только в пересказах. Но касательно этих событий, каких-то параллельных того же самого времени внешних источников у нас нет. Есть более поздний. Да. На кого рассчитаны эти книги? Для кого они написаны? Я думаю, что это написано... Ну, как? Я думаю, что это написано... Первая маковейская книга, она написана для евреев, находящихся в земле Израиля. В первую очередь, естественно, для самих хасманеев, утверждая их право на правление. И для евреев, да, это как бы, так сказать, рассказ об обретении независимости, о том, как было уничтожено иноземное владычество и прославление этой независимости. Эта книга не зря отцы-основатели государства Израиль очень любили эту книгу и очень любили самих маковеев. Да, как бы до этого времени, до этого времени, вот как бы мы сегодня привыкли к Хануке, Маковее, маковейский этос, но это на самом деле возродилось в сущности с возрождением государства Израиль. До этого это так сильно не акцентировалось. То есть Хануке – это праздник чуда, мы это обсуждали, вот этот кувшинчик с маслом и так далее. Маковей, как бы, да, но это не центральная тема. В тот момент, когда создается государство Израиль, так это выдвигается на первый план, уже Бен-Гурионам и другими, да, как бы, понятно. Это манифест независимости. Спасибо, Эмиль. Эмиль, мы на этом все-таки закончим, хорошо? Значит, я благодарю всех за внимание. Окей. И до следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо большое. Пока. Пока, абсолютно. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пока. 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 Продолжение следует...